24 февраля сейчас в ретроспективе все кажется ироничным или каким-то таким знаешь неуместным несвоевременным 24 февраля у меня была забронирована съемка в Эрмитаже съемка в Эрмитаже это такой огромный очень тяжеловесный процесс с кучей согласований плюс ко всему Эрмитажцы такие недружелюбные и как бы я прям ожидала что будет какой-то пиздец потому что там половину вещей нельзя было и мы их протаскивали мимо каких-то охран короче какая-то такая хуйня знаешь из нелепых фильмов типа 11 друзей оушена и вот этот продакшен этой съемки он довольно сильно меня захватил накануне мой друг очень сильно напился и мы пришли домой где-то в 4 утра он просто не стоял на ногах у нас на следующий день съемка я так сильно была погружена загруженная вот этим личным контекстом я думала это пиздец это будет ужасный день я буду жестко переживать за съемку у меня тут короче чувак с похмелья всякое такое вдруг я просыпаюсь в 9 или 10 утра супер несвойственное для меня время чтобы проснуться конечно беру телефон просто чекнуть сообщение захожу в инсту и я хуевая тут же ну то есть просто я не верю в это и у меня есть друг в киеве вообще мой бойфренд моя первая любовь как бы на тот момент он жил в одессе и я мечтала переезжать в одессу жить это еще десятый год был до крыма мы много путешествовали тогда по крыму по украинскому я не была в русском крыму только украинском мне интересно что изменилось но и я конечно же не могу туда поехать много путешествовали я думала о перееду жить в одессу то есть это прямо такой классный период был и мы общаемся уже лет десять он меня знает уже очень давно и я его я понимаю что очень хочу написать ему мне страшно мне стыдно я не знаю я имею право ему написать или нет могу ли я о чем-то его спрашивать или нет причем мне максимально не безразлично и проблема в том что его семья его родители живут вообще на границе с россией на на севере вот там где харьковщина и меня очень пугала эта история смысле я боялась очень типа что с его родителями что с его семьей и я даже думала но раз не пограничной зоне может они могут пока уйти в россии я их здесь встречу их мы куда-то увезем и в общем я обо всем этом думаю понимаю что я не могу написать с потому что я не понимаю своего морального права сейчас что-то ему писать я захожу на его фейсбук и он пишет что-то в духе аля слава богу украина ну как это цельно как никогда типа что все хорошо и он пишет еще но это конечно непростительно мне так это слово зацепило я реально вообще тогда подумала впервые что нам же этого никогда не простят ну типа но это пиздец это реально непростительно и оно еще как-то так звучало знаешь так радикально прям что я даже испугалась в общем я не писала ему пока он не написал мне первый где-то в середине дня то есть из-за того что мы общаемся да он все равно не написал и короче я вот в таком состоянии абсолютно парализованная провела часа четыре с момента как я проснулась и я понимаю что как бы пора заниматься уже этой ебучей съемкой и мне уже конечно же поебать что там как вообще будет настолько настолько быстро обнуляются реально неважные вещи настолько быстро меняются акценты становится так быстро все понятно про жизнь про людей про то что ты все делал правильно все эти годы двигался в правильном направлении тебе не стоило сомневаться надо было просто делать больше и мой друг когда тоже написал понятное дело у него другая история но у него огромное количество его российских коллег друзей и приятелей он еще много сотрудничал с россией он занимается сошел медиа маркетингом и огромное количество компаний к нему обращалась этим процессом он говорит мне стало все понятно я говорю слушай мне тоже стало все понятно но блять какой ценой с одной стороны ты получал какое-то огромное количество это даже не информация да это какая-то сила солидарность многие вещи а с другой стороны это реально блять какой ценой и потом я стала писать гневные истории в инстаграм сразу типа блять россияне вы долбоёбы вы все проебали да возьмите уже ответственность читайте книжки смотрите там историю и от меня стали отписываться люди с которыми у нас были какие-то отношения такие например вы симпатизировать друг другу персонально но их смущали мои взгляды моя какая-то политическая позиция и мне наверное впервые не было неловко за это потому что раньше мне часто было неловко я реально не тот человек который лезет со своей позиции в каждый разговор и каждому человеку говорит что ах ты там пидор не ходишь на выборы я вот все знаю все слежу но тут мне реально стало абсолютно безразлично потому что сместились акценты мне стало очень печально за некоторых приятелей друзей потому что я их не понимаю это ведь образованные люди это образованные люди со своим успешным бизнесом с возможностями с путешествиями с вот этим вот всем и ты думаешь как же они что это такое это нежелание это страхи это реальная инфантильность несмотря на все вот что это я до сих пор не всегда знаю ответ на это потому что как будто я потерял желание нянчится с россиянами то я так называю и стала как-то совсем печально и грустно ну я пошла съемку провела съемку это было очень смешно потому что нам нужно было снимать напиток в бокале в залах эрмитажа и конечно же это вызвало адских ахуй и я не хотела тревожить лишний раз трепетных бабульчик и это реально все было просто как в дурацкой пародии на псевдо шпионский фильм и это конечно меня очень сильно в тот момент подсобрало и я вышла из эрмитажа в 7 вечера начались протесты и уже были автозаки вокруг площади и в принципе я уже прекрасно понимала что будет мне еще друг пишет смс-ку типа просто мы не живем на проспекте по которому обычно автозаки едут то есть условно говоря вот есть день митинга и я с утра слышу уже как мусорские тачки хуярит с мигалками я такая о ребята встретимся вечером увидимся и он мне пишет типа автозаки едут в центр я как бы на дворцовой я уже в самом центре сука этих автозаков я пишу а я уже здесь в общем не переживай я в курсе но я очень паяла за технику и я отправила своего друга говорю ему слушай ты пожалуйста поедь забери камеру мне очень страшно за камеру а все остальное типа похуй вообще не имеет значения и я прошла к дворцовой через мойку через капеллу и вышла несколько и там были толпы несколько был заполнен и люди кричали украина нам не враг я действительно думала об этом очень много что просто бред какой-то я встретила приятеля в смысле я встречала кучу людей но я встретил одного приятель с которым не было условно комфортно потому что я какое-то время ходила сама это всегда немножко тревожнее мне кажется я тогда ходила чуть ли не дольше всего часа там три-четыре точно мы ходили по разным маршрутам туда-сюда такси постоянно встречала людей было очень много людей и как будто бы был впервые такое немножко единение среди процесса потому что не было на тот момент вот этой вот политической конкуренции на взгляд это чисто такая антивоенная демонстрация как это было шестидесятые семидесятые у всех была очень понятная одна позиция типа до стопор как бы и я встречала людей из разных движений мы общались и на тот момент я почувствовала некоторое воодушевление мне даже на секунду показалось что это ненадолго в общественный дискурс он такой однозначный и всем так все понятно что наверное через недельку там это все затихнет какая-то у меня была нелепая инфантильная надежда я так первый день у тебя еще много ресурса какая-то какая-то возможность верить в хорошее думаешь да реально ща мы ща мы все поправим все будет заебись я помню я вернулась домой конечно я была без силы и честно говоря я первую неделю может быть больше просыпалась и думала что я узнаю в новостях что это закончилось то есть казалось что утро несло какую-то маленькую вероятность того что это прекратилось конечно даже один час и один день этого это пиздец но чем раньше это заканчивается мы все понимаем тем лучше это тоже очевидная вещь мы все хотим чтобы это закончилось поскорее и поначалу тебя много такой позитивной надежды что это реально закончится быстро ну типа нахуй им это надо мне до сих пор сложно поверить что кому-то это реально нужно что война военные действия потому что что тела делят власть бабки это все понятно да им хочется а вот войны как по-настоящему можно хотеть воевать мне вот это прям конечно очень сложно осознать и представить было еще ощущение что это прям понты на максимуме что вот он хочет показать киевскому правительству он реально не может въебать вот так вот и потом успокоится но конечно сейчас уже этого давно нет